Российские миротворцы вылетели в Нагорный Карабах. Уже восьмой самолет Ил-76 с военными на борту вылетел с аэродрома Ульянск-Восточный. На борту воздушного судна – личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры. В плане боеподготовки бригады входит подготовка для выполнения миротворческих операций в зонах конфликтов. Такие как несение службы на наблюдательных постах, контроль на пропустых пунктах, а также контроля за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий. В нашей бригаде служат военнослужащие только по контракту. Они все хорошие специалисты и готовы к выполнению любых задач. Всего для развертывания миротворческого контингента в зону конфликта перебросят почти 2000 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники. Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Мы проходим службу в особой миротворческой бригаде, где наряду с обычными дисциплинами проходим подготовку по миротворческой теме для выполнения задач в зонах вооруженного конфликта. Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пушинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля соблюдения договоренностей с странами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения.